Сун Цзян впервые в Сибири и говорит, к иркутским просторам равнодушным остаться невозможно. Турист из Китая Новый год собирался отметить в Европе, но планы изменились. Ввиду изменения курса валют, поездка в Старый Свет подорожала почти в три раза. Поэтому Сун решил провести двухнедельный отпуск на Байкале. Наконец-то моя мечта осуществилась. Я очень рад, что нахожусь здесь. Зимний пейзаж меня полностью очаровал. Очень красиво, особенно природа. Она такая волшебная. К тому же для меня приехать в Россию гораздо выгоднее. Курс рубля по отношению к юаню немного изменился. Рубль подешевел. Российская валюта в современных экономических условиях сделала скидку для жителей Китая. Если раньше курс одного юаня составлял пять рублей, то сейчас почти девять. Едут не только за красотой и ощущениями. Иркутская область стала центром шопинга. Путевка нам обошлась дешевле, чем в прошлом году. К тому же здесь мы на оставшиеся деньги накупили сувениров, парфюмерию, телефонов, цифровую технику. Сейчас при Байкале стало привлекательнее для иностранцев. Особую популярность имеют река Ангара, озеро Байкал, остров Альфон, прибрежные районы, горнолыжная база в Байкальске. Набираются группы до 40 туристов. Китайские туристы уже полностью изучили рынок Европы. И они уже в основном побывали во всех достопримечательностях европейских стран. Поэтому их тянет наша природа, их тянет наша культура и, конечно же, тянет наше красивое озеро Байкал. Туристический рынок немного изменился. Если раньше мы работали в основном с европейскими странами, то сейчас поток туристов идет из азиатских стран, но конкретно из нашего родного Китая. Бум заказов приходится на Новый год. По данным туристических компаний, в декабре по сравнению с ноябрем количество запросов на поездки в Иркутскую область выросло на четверть. А вот в Европу стали путешествовать гораздо меньше. Как говорят туроператоры, да и реклама сделала свое дело. Снимали телевизионные проекты совместно с китайским телевидением CCTV о городе Иркутске, озере Байкал. И тем самым больше людей стало узнавать о Байкале, уникальном озере. И все больше и больше туристов приезжает к нам из Китая. Упрощенный визовый режим еще шире открыл двери региона для туристов из Поднебесной. В Генеральном консульстве Китая в Иркутске сообщили, соглашение предусматривает введение безвизового режима поездок для владельцев служебных паспортов на срок до 30 дней. Участники межгосударственных проектов сотрудничества могут получить многократные визы сроком действия до двух лет. Это очень, конечно, устроило очень хорошие, удобные и наиболее благоприятные условия для туристов обеих сторон, для тех людей, у кого есть желание ездить взаимно и к вам, и к нам. Также в два раза увеличилось количество чартерных рейсов. Сейчас напрямую в Иркутск можно прилететь из четырех городов Китая, чем и воспользовался Суньцзян. Сегодня он изучил исторические центры Иркутска, завтра вместе со своей группой впервые поедет на Байкал. Туяна Немаева, Александр Барановский. Новости сейчас. Субтитры подогнал «Симон»